Экологическая катастрофа в Черкасской области, побережье Днепра, в районе сел Веремиевка и Васютинцы, за одну ночь превратилась в настоящее кладбище рыбы. Что стало причиной массового мора, выяснял Станислав Кухарчук. Все лето Григорий хотел привезти семью из Киева сюда, на живописный берег Днепра. Сам он работает на сельхозпредприятии в Васютинцах. Родных видит только по выходным. Говорит, что едва подъехав к пляжу, обомлел. Я за ранку заехал, я с машины не смог встать, я поехал просто, ну, организм не мог вытримать эту запаху. Вся эта рыба вот таким по колено шаром лежала на березе. Всю неделю ни приезжие, ни местные стараются близко к воде не подходить. Побережье буквально усеяно тушками разлагающейся рыбы. Зловонный запах разносится на сотни метров. Анатолий в рыббригаде работает не первый год, но говорит, такого еще не видел. Рассказывает, за день до мора рыба пошла к берегу. Тушками мертвой рыбы, говорят в рыбинспекции, усеяны 500 квадратных метров побережья. Большинство – речной бычок. Там окунь, карась в одиничном виде, рак один. Предварительно в рыбинспекции возможной причиной мора называют удушье. Температура на мелководье сейчас 28-30 градусов. Кислорода в воде не хватает. Его, к тому же, активно поглощают водоросли. Чтобы продукты распада погибшей рыбы не загрязняли Днепр, ее утилизируют. Где основное для скупения было рыбы, потихоньку это вывозили, в яму утилизационную высыпали. Все, как положено, делилось. Окончательную причину мора рыбы установят экологи. Они уже отобрали пробы воды. Результаты исследований будут готовы на следующей неделе. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Продолжение следует...